Нашла. Снимаются маски и голограммы. Фантом предстоит перед тобой в первозданном виде согласно своему эфирному коду ДНК. Вышла тонкая копия, он как замороженный, как в снегу выник весь. Понятно. Защищаем его физический биоробот защитным потоком от чистых энергий Абсолюта. Берем Яниса в защитный скафандр на время работы с тонкими телами. Вместе с тонкой копией Яниса поднимается в комнату диагностики. Пошел подъем. Мы на месте. Мы приветствуем Яниса, интересуемся, готов ли он к диагностике и чистке. Доверит ли он нам свое биополе на период сеанса? Ему холодно, он доверит, трясется весь. Хорошо, сканер, просканируй сейчас Яниса. Выведи эту субстанцию, которая его морозит полностью, этот панцирь ледовый. До последней частички. Также все связанные с этой подключкой чипы, датчики, импланты, конвекторы, а также конструкции, локализируются. Выводи это все полностью и отправляй в клетку тюрьму. Пошел процесс. Это спрут. Ничего себе, спрут. Воду он заморозил. Вытягиваю спрута из его биополя, кидая в клетку тюрьму. Он как купол сделан ледяной вокруг него. Где он? В клетке? Да. Все в клетке. Янис, вы меня слышите? Да, он слышит, и он как слизь от этого спрета, себя еще снимает руками. Включаю внутренний амбелосит Янису, выдавливает из себя все негативные патогены, эту слизь полностью выдавливает. Она выходит до 100%, формируется в шар. Говорит, что она воняет. Сейчас мы ее выдавим. Готово. Вскрывая под шаром воронку в галактическое ядро, слизь уходит на переработку. Закрывая печат и растворяю. Даю команду на счет 3. Он нам дал согласие, Вера? Да. На счет 3. Скэнер сканирует пространство над головой Яниса, под ногами 360 градусов вокруг него. Галактическая тюрьма и становится ее заложниками. 1, 2, 3. Скэнер сканирует все 7 тонких тел Яниса, находит все. У него два нижних, то есть это бес и черт. И черт, он как смеется над ним. И смех у него такой, как чертик из табаки арки, он говорит. А что ты смеешься, черт? Над ним, потешаясь. Понятно. Просто сейчас ты находишься в месте, где, в принципе, ты особо не сможешь смеяться. Я обращаю серьезность, обращаю твое внимание на серьезность ситуации, в которой ты находишься. Кто еще у нас? Спрут, бес, черт. У него хамелеон еще. Да. Итак, спрут, бес, черт. Хамелеон, какой бес? 9. Какой черт? Я не пойму, он вообще настоящий, или ты действительно подключка демона, этого беса. Снимаются маски и голограммы, черт предстает согласно своему эфирному коду ДНК. Ставили маячок зелено-красный, органический, неорганический, зеленый, органический, неорганический, красный. Какого цвета маячок? Красный. Красный. Бес. Это моя игрушка. Она уйдет на переработку сегодня. Твоя игрушка. Зачем? А зачем ты ее завел в это биополе? Влияет она на него. Ну вот поэтому? Ему кажется, над ним все смеются, и он не успевает. Понятно. Значит, это была работа этой подключки твоей игрушки, да? Как ты ее называешь? Очень много можно вытянуть энергии. Хорошо. Я просто не терплю здесь спектакль в моей комнате диагностики. Если кто-то начинает со мной играться, таким образом я просто открываю воронку в галактическое другое, и он туда уходит навсегда. А что это не я? Это она. Кто она? Она имеет в виду, что это я не понимаю. Черт, это или игрушка. Как видишь, мы поняли, что это игрушка. С твоей стороны ты должен был сразу объявить, что это игрушка. Ладно, хорошо, оставляем эту ситуацию. Итак, сколько ты находился без в этом биополе, со своей игрушкой? Говорит, хорошая игрушка на заказ сделана. Год и два месяца. Сколько находился спрут в этом биополе? Семь лет. А что это ты устроил в его биополе, это заморозку, а, спрут? Ты любитель перепадов температур? Можешь тебе поднять температуру в твоей клетке, чтобы вода закипела? Ну, он в холоде живет, ему так нравится. И хамелеон. В холодном климате. Хорошо, хамелеон, сколько ты находишься в этом биополе? Три года. Хорошо. Из вас кто-нибудь присутствует в квартире? Нет. И не может быть, потому что квартира защищена. Начинаем с реверса энергии. Даю команду тонкой копии. Янис, аспрессер от всей энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственным за чеширодную негативность, энергии всех болезней. Все, что он мог получить от них, возвращается к ним. Усилий потоки в 50 раз. Что к черту идет этому? Посмотри, Вера. Он устал от него. А возвращается что к нему? Ты знаешь, там больше эмоций, его мысли. У него усталость, страх, чувство как вины, потери. У него целый комок возвращается к нему. И это все шло от этого черта игрушки неорганического. Да, он вызывал в него, своим смехом он вызывал в нем чувство неполноценности, я бы сказал. Понятно. Сегодня он идет на переработку, без разговоров. Готово. Устанали фильтр с золотой сеточкой на все каналы, в порядке реверса. Яни забирает всю чистую, светлую, божественную энергию. Обратно пошла энергия божественная, чистая. 1, 2, 3. Устанавливает потоки в 50 раз. От кого что идет? У нас порта возвращается под чакрам энергии у него. И теплота какая-то теплая такая. Как теплая аура. Все, назад, по праву. Готово. Хорошо. Хамелеон, выходи сейчас. Вытаскивай все, что я оставил в этом биополе, отключайся полностью. Вытаскивай свое гнездо. Где-то сидел в сердечной чакре. У него сердце и горло. И горло у него как-то перевязано. А кто перевязал ему горло? Хамелеон. Поэтому у него проблемы с высказыванием, с работой с собой. В смысле, когда он говорит. А ему нечего сказать. Ему нечего ответить. Он его как поддушивает. И он в себе это держит. Но сказать не может. Потому что он не говорит правильно. Из него просто выдадут эмоции. И это вся работа хамелеона, да? Хамелеон поглощает эти энергии. Он вызывал эту реакцию. Выделение этих энергий. Вот это я хотел услышать. Хорошо, хамелеон. Может тебя поддушить немножечко, а хамелеон? Ангельскими энергиями. Как ты считаешь? Он указывает, как он хрипит. Не надо его дышать. Ну ты же делаешь это. Значит, с тобой можно такое делать. Он делает, чтобы получить энергия. А тебе для чего это? Чтобы справедливость восторжествовала. Ну все снял. Бес, выходи. Снимай все, что ты оставил в биополе. Отключайся полностью. Ничего не забывай. И возвращайся назад. Приступай. У него на руках, как перчатки, он снимает. И с ног тоже снимает. Такую кололочку. Как два сапога. Оно не вместе снял. Это твоя подключка. Что ты оставила? Какие-то свои подключки в биополе? Нет. Спрут твоя очередь. Выходи. Снимай все, что ты оставил в биополе. Ничего не забывай. Возвращайся назад. Приступай. У меня был присоски. Значит, их снимай. И в энергии правильно они шли. Из-за присосок. Поток там был. Голова, шея. Вот поэтому у нее никогда не было энергии. У него такой тонкий поток, он показывает. Все остальное перекрыто. Хорошо. Все снял. Хорошо. Все-все сняли. Даю команду на рассинхронизацию Яниса со спрутом, бесом, этой игрушкой и хамелеоном. Пошла рассинхронизация до 100%. Заканчивается автоматически. Готово. Даю команду скэнеру на контрольную проверку. Пошла проверка. Чисто. Подхожу к Янису. Помогаемой энергии отстегнуть все каналы на счет 3, 1, 2, 3. Удар. Отлетает канал и отстегивается. Открывая воронку в галактическое ядро, канал выходит на переработку. Закрывая печатаю и растворяю. Готово. Хорошо. Все прошли проверку. Итак, я отпускаю спрута, беса и хамелеона. Эта игрушка уйдет на переработку. Всем все понятно? Да. Открывается внизу портал против часовой стрелки на чистоте беса. Бес уходит на свою чистоту. Закрывая печатаю и растворяю. Готово. Хамелеон и спрут. Вы больше никогда не придете в это биополе. Вам понятно? Да, понятно. Открывается наверху два портала против часовой стрелки. Один на чистоте спрута, один на чистоте хамелеона. Оба забирают, что принесли и уходят на свою чистоту. Закрывая печатаю и растворяю. Готово. Хорошо. Осталась эта игрушка, да? Да. Под ней открываю воронку в галактическое ядро, уходит на переработку. Закрываю, печатаю, растворяю. Готово, здесь лед еще есть. И под этим льдом открываю воронку в галактическое ядро, этот лед уходит на переработку. Закрываю, печатаю, растворяю. Готово. Через пять минут эта подключка с этим чертом стояла бы в другой душе. Итак, переходим на чистоту магической и поднимаем уровень эмоционального состояния тонкой копии Яниса до числового значения 700 Гц. Пошел подъем. Готово. Синхронизируется энергия вибраций, гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. Один, два, три. Хорошо, Янис, мы закончили вашу чистку. Как вы себя чувствуете сейчас? Не холодно вам больше? Я знаю, что нужно сделать. Если холодно, нужно поднять вибрации. Сначала заправиться энергиями 380% и после этого поднять вибрации. А потом обязательно все синхронизировать и сгармонизировать, чтобы все энергии разошлись по своим чакрам. Если вы будете это практиковать, как и сброс негатива каждый вечер перед сном, то вы всегда будете чисты и заправлены энергиями. И сущности не смогут к вам подойти. Хорошо, Янис, мы закончили. Будем возвращать вас назад в вашу систему Биоробот Душа, для того, чтобы все эти энергии сейчас перешли на физический план. И для усвоения энергии вибраций возвращаем тонкую копию Яниса в его систему Биоробот Душа. Заводим, подключаем к каждому органу каждой клеточки, извилинки головного мозга. Проходит полная синхронизация, гармонизация между физическим Биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. Отключаемся от объекта и поднимайся в комнате диагностики. Пошел подъем. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok